Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы разберем, как создавать письма в конструкторе MailChimp. MailChimp на сегодня самая красивая, адаптивная и крутая тема в мире. Это тоже сервис рассылок, но он не даст вам заниматься ими массово. Эти подписчики обязательно должны быть давать, обязательно, чтобы они давали вам свою согласие на получение информации. Между тем, это самый лучший конструктор в мире. Итак, регистрируемся на сайте MailChimp.com. У нас уже регистрация есть. Он полностью англоязычный, но если вы используете Google Chrome, здесь должна появиться такая консолька перевести на русский язык. Нажимаем. Вот все, она автоматически перевела. В принципе, тут несложно. Самое главное, что нам нужно, это кампании, шаблоны, списки, отчеты. Итак, первое, что нам нужно, это даже единственное, что нам нужно, это шаблоны. Здесь есть очень удобный конструктор различных писем. Они все адаптивные, даже есть широкоэкранные. Итак, здесь можно создать шаблон. Он предлагает несколько разных тем, ну, например, выберем продажа продукта. Загружается конструктор. Итак, что мы можем здесь изменить, сделать шапку, например, вот такого цвета. лого можно убрать, а можно вставить. Ну, например, как удалить. Покажите свои продукты. Вот так оставь. Сюда мы, например, можем сделать replace. Найти какую-то из картинок своих. вот сейчас загрузить свои предыдущие. Ну, например, вот этого. Вставить. Давайте я хедер, может быть, вообще берем. Сделаем его сделаем его белым. Все, как будто его совсем не существует. Так, здесь мы напишем свой текст. Нажимаем на это место. Тут редактируем. Допустим, там, привет или еще что-то о своем парадоксе. Здесь тоже меняем текст. Он поменяется здесь. Сохранить и закрыть. Далее здесь можно назначать кнопку. Ну, здесь будет. Здесь, например, купить. И устанавливаем сюда ссылку. Она реально будет активно. Сохраняем. Сохранить и выйти. 1, 1, 1. Ну, можно назвать. По-любому. И теперь очень важно, что нам нужно сделать. Ну, мы возьмем не это, потому что вот такое. Шелон выбираем. Удалить. Мы возьмем письмо, которое... Возьмем письмо, которое я составил заранее. Здравствуйте. Набро. И нажимаем здесь в правом меню экспорт в html. Экспорт шаблона. Русский. Сейчас он не сохранился. Перенесем сюда. Еще очень важная вещь. Нужно два раза щелкать на это письмо. Оно откроется. В редакторе. И нам обязательно нужно сохранить все вот эти картинки. Сохранить изображение. Можно прямо называть. 1, 2, 3, 4. Сейчас он подним. Сохранить. Сохраняем изображение. 2. 2. Сохраняем изображение. 3. Итак, давайте рассмотрим, для чего же мы сохранили файл html и картинки из письма. Сейчас мы на главной панели заходим в email шаблоны. Шаблоны сообщений. Шаблоны сообщений. Сюда можно реально загрузить письмо. Оно перенесется со всеми данными, со всей адаптивной версткой, со всеми делами. Загрузить шаблон. Выбираем файли. Да, кстати, запускать. Его нужно сжать в архив, чтобы у него расширение было zip. Теперь загружаем сюда zip-файл. Выбрать, загрузить архив. Все, шаблон автоматически загрузился. Со всей, как я говорил, версткой, со всеми ссылками. Применить изменения. Сохраняем. Теперь следующее, что нам нужно сделать, заменить картинки. Дело в том, что сейчас эти картинки хранятся на серверах. Мелчим, два раза щелкаем на изображение. Вот, видимо, эту ссылку. То есть ссылки физически не присутствуют в письме. Там есть определенная ссылка, которая показывает, что это изображение хранится на сервере и оттуда загружается. И спам-фильтры очень этого не любят. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы картинки хранились на нашем сервере. Итак, выбор на сервере. То есть мы просто подменяем файл, чтобы письмо ссылалось не на сервис, Мелчим, а на наш архив загрузить файлы. Это наш файловый менеджер. Туда закачиваем три наши картинки. Вот мы загрузили три картинки. Сначала мы брали хэдер. Ширина 600. Окей, теперь уже, видите, уже хранится на нашем сервере. И претензия у нас не у Мелчимпа, а что у сервера не будет. И так же у Мелчимпа. Вот это заменим. В принципе, все. Наше письмо готово. Обязательно добавляйте ссылку «Отписаться». Выделяем. Делаем гиперссылкой. Здесь выбираем не просто ссылку, а не на протокол, а другую. И ставим специальную команду. В квадратных скоках. Нажимая на эту ссылку, человек не будет отдавать команду Яндексу, например, то, что мы спамили. У нас в скрипте он автоматически отпишется. Ему больше не будут приходить в списки. Это очень полезно. Очень правильно делать. Так, все. Сохранили. Теперь, когда мы заходим в шаблоны сообщений, у нас есть вот этот шаблон. Мы теперь его спокойно можем ставить на рассылку. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!